здравствуйте с вами михаил кириченко вы смотрите краткий отчет о текущих событиях в разработке и внедрении прорывных транспортных технологий skyway из второго выпуска в этом году вы узнаете о ходе строительства инновационного центра skyway в эмирате шарджа кроме того мы в очередной раз совершим экскурс в историю skyway а теперь обо всем этом подробнее сегодня мы расскажем чуть подробнее чем обычно первые линии сооружаемой в инновационном центре skyway расположенном в инновационном научно-исследовательском технологическом парке эмирата шарджа в обедненных арабских эмиратах когда мы говорим о банкерной опоре следует понимать что речь не идет о достаточно незамысловатом сооружении состоящим из четырех труб с площадкой как в экотехнопарке в беларуси где подобное сооружение есть не что иное как транспортно-логистический узел skyway совмещенный с анкерной опорой в котором находятся два вокзала музеи и различные технологические помещения так и в шарджи в подобных объектах анкерных опор всего на 10 процентов а на 90 это многоэтажное здание со станции диспетчерской ремонтной мастерской и так далее суммарная площадь помещений в двух зданиях с отделкой мрамором и соответствующими коммуникациями более 500 квадратных метров представляете каков масштаб задач стоящих перед коллективом возглавляемым генеральным конструктором анатолием юницким и успешно решаемых и даже обычную виллу в 500 квадратных метров не то что за рубежом а даже на родине не так то просто и скоро можно построить то же самое относится и к огромной площадке с дорогами коммуникациями и сотнями тысяч кубометров перемещения песка с послойным уплотнением с проливом пресной водой которая на вес золота в этой стране и так далее а теперь давайте послушаем андрея баркуна начальника отдела технического надзора закрытого акционерного общества струнной технологии поведавшего деталях строительства первой линии нашей съемочной группе которая недавно побывала в инновационном центре skyway в эмирате шарджа очень важный для нашей организации и для будущих технологий транспорта на данный момент мы оканчиваем работы по свик один это первая путевой структуре 400 метров и на какого типа вот сразу скажите для тех кто не совсем в теме провисающая гибкая провисающая провисающая структура путевая проходила проходили работы в две смены значит за моей спиной промежуточная опора чуть дальше это 2 анкерная опора и дальше еще одна промежуточная и еще одна анкерная опора между ними 400 метров путевой структуры работы велись в две смены натягивались тросы и днем и ночью потому что температура температурный режим в арабских эмиратах как вы знаете очень большой от 30 до 50 градусов тепла проводили мы эти работы летом под присмотром и под контролем наших в наших специалистов из беларуси шеф-монтаж производили наши монтажники и с подрядной организации арабских эмират спасибо большое а расскажите почему путевая структура вроде похоже на ту что есть в к технопарке но промежуточные опоры по форуме очень сильно отличаются чем это обусловлено у это дизайнерский шаг вообще восток дело тонкое и все структуры все конструкции очень приближены к вязем арабским и наши дизайнеры разработали специальную такую конструкцию очень много поработали над ее креплением ну а мы воплотили это и в ночью при когда будет смонтирована уже освещение на этих опорах будет очень красиво в форме арфы выполнены и подсветка будет смотреться очень эффектно то есть писали в местный колорит да совершенно наверное скажите пожалуйста а что особенного у анкерных опор допустим в экотехнопарке skyway в белоруссии первая анкерная опора такой многофункциональный логистический узел совмещенный там мы с музеем и с двумя вокзалами что здесь особенного если она конечно есть сами вокзалы выполнены немного по отдельному по проекту отличающимися от нашего бил наших белорусских вот но все выполнено настолько стандартно чтобы в дальнейшем при расширении и каких-то адресных проектах можно было использовать эти конструкции воплощать их в других проектах с максимальной скоростью и качеством ну вот мы с андреем андреевичем плавно переместились к первой анкерной опоры первой же линии хочется узнать о ходе работ что сейчас здесь делается на сегодня ведутся финишные работы это отделочные работы укладка плитки покраска стен потолков устройство кровли но насколько мы все знаем уже пробные запуски юникара в тропическом исполнении проводились то есть все мы наблюдали испытания и даже кроме нас это сделал и один из руководителей эмирата да несомненно было очень много делегаций пробные испытания проводились нашими специалистами и юникар отъездил свое определенное количество часов были представители и транспортных министерств эмират дубая абу-даби айджмана и шарджа также очень много делегаций приезжала из самого университета студенты всем очень хочется увидеть как же на самом деле работает ездит этот транспорт насколько он тихий все в новинку и поэтому очень много посещений поэтому он работает в полную силу завершить наш сегодняшний выпуск рубрика этот день в истории skyway год назад увидела свет третье издание монографии струнные транспортные системы на земле и в космосе фундаментальный научный труд анатолия юницкого в котором изложены теория состояния разработки перспективы и основные результаты исследований высокоскоростного наземного транспорта движение которого осуществляется по струнной путевой структуре и не ракетного космического транспортного средства в виде кольцевой струнной системы охватывающий планету в плоскости параллельно экватору основой данного издания является монография автора впервые увидевшие свет в 1995 году издание 2019 года было расширено авторским предисловием новыми иллюстрациями а также другими материалами раскрывающими содержание струнной транспортной системы рассказывающими об истории развития инновационных транспортно-инфраструктурных технологий skyway кроме того данный выпуск включает раздел интеллектуальная собственность на геокосмический транспортно-инфраструктурный комплекс общепланетарное транспортное средство в котором отображены результаты более чем 40-летней интеллектуальной творческой научной экспериментальной и производственной деятельности инженера ученого и предпринимателя анатолия эдуардовича юницкого для тех из вас кто еще не ознакомился с монографии создателя skyway могу сообщить что наша служба создала своеобразную видео хрестоматию данного труда из шести выпусков посмотреть которые можно по ссылке на плейлист в комментарии таков традиционный краткий отчет о прогрессии в развитии струнного транспорта юницкого следите за обновлениями официальных сайтов skyway подписывайтесь на наш канал youtube поддерживайте наш проект и вы всегда будете в теплой атмосфере строй skyway спасай планет